Потому что все внимание, естественно, к Метро, все внимание к этому феноменальному французскому мальчику, и действительно, да, это открытие чемпионата Европы в Барселоне, и вот уже два года, два года он в мировом топе. Два года к нему приковано внимание, понятно, на фоне Усейна Болта всегда делается поправка, белый король спринта. Но, тем не менее, 9.92, надо толкаться. Повзрослел. Размужал. Заматерел по-хорошему. Сейчас он уже такой хозяин на беговой дорожке, по крайней мере, на европейском континенте. Ну, посмотрим. Все-таки на отдельных коммерческих стартах его еще, бывает, потряхивает. Мы с Лешей обратили внимание, что шаг увеличился у Леметта. Длина шага. Длина шага. Внимание. Ну, как всегда он. На шестой дороге. Смотрите, 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 смотрите. Простите, зато после этого выиграет. Легко, легко. Вот это король. 10-14. А, я объясню, что происходит. Ужасно. Нет, ужасно стоят вот эти камеры. Здесь все, да, здесь дело в том, что абсолютно некуда бежать. И мужики вот на этой бешеной скорости, на крайних дорожках, на шестой, на седьмой, на восьмой, а по философии легкой атлетики, на шестую дорогу всегда ставят лидеры. Вот так вот заведено. Леметта вынужден был сейчас оббегать. И, собственно говоря, почему чуть не сломал себе ноги Ритя Соколаускас из Литвы в предыдущем забеге? Потому что тоже ему некуда было финишировать просто. Ну, потому что бросил бежать, но и стена перед ним стояла из репортеров. Леметта... Вот сейчас мы увидим, я думаю, что завершат нам этот бег. Да, вот он продолжает как бы по прямой бежать. И получается, что упирается в фото и телерепортеров. Слушай, вот с этой камеры, вот такой вот, с интерактивной, очень хорошо было видно, какая у него все-таки феноменальная скорость, да? Какая-то вот мощь, телевизионная картинка, вот такая классическая, она не может передать...